Мы получили сегодня письмо, вот только что, из Межрегионгаза, разрешение снять пломбы и дать тепло. Ну не тепло, а газ запустить, то есть дать горячую воду. Соответственно, сейчас мы это письмо отправим в ПСО и они это сделают. Значит, теперь, собственно, из-за чего эта ситуация была, многие у меня на приеме были. Значит, ПСО-13, ресурсоснабжающая организация, задолжала за газ. Соответственно, как только кончился, неоднократно направлялись письма и нами, и им напрямую, и нам писали письма о том, что они срывают ранее согласованные сроки оплаты за газ. Что они эти стройки не выдерживают. Соответственно, как только кончился отопительный сезон, значит, газ был отключен. Представители ПСО-13 есть? Вот мы их позвали, они не пришли, не знаю. Хорошо, а вы знаете, почему они задолжали? Почему они задолжали, я не знаю. А почему они задолжали? Вот то и значит. Ну это, слушайте, это частная компания. Я какой имею... Когда включите воду? Пломба разрешена. Плумба разрешена. А как? Когда газ пустят? Сегодня пришло письмо, значит, завтра письмо. Это уже вы слышали. Когда горячая вода появится? Завтра письмо. Завтра с какого времени? С какого времени завтра будет вода? Вы гадите воду сегодня, завтра, да? Скажите, а почему такая ситуация звонила? Почему деньги-то не платили? Потому что уже задолженность перед ПСО больше 6 миллионов. Это не то. А чья задолженность? Это не то. Вы видели, да, что на дверях ваших подъездов были вывешены долги, которые задолжали жителей именно ваших домов. Да. Значит, долги все эти, может быть, где-то в каких-то местах они где-то некорректные, потому что это на апрель. Это на апрель месяц. Вы сейчас, одну секунду, здесь очень немаловажная деталь. Вы забываете, что у нас до 2015 года работала МУП РПРЦ, которая рассчитывала также населению плату. Когда пришла Мособуевец, они стали считать самостоятельно остатки тех долгов. Они никуда не делись, они сохранились в базах. И вот эти долги вывешены совместно с теми долгами. То есть у людей еще, я понимаю, что кому-то пришли квитанции, и вроде как-то чего-то нет. Нет. Они есть, они существуют. И вот по данным РПРЦ и по данным Мособулы ИРЦ, вот эти долги составляют именно те суммы, которые там указаны. В принципе, я могу так сказать, по каждому долгу по отдельности мы ждем. Можно не ходить в Мособулы ИРЦ, можно прямо к нам ходить. Мы ждем по каждому долгу по отдельности. А кто? Я директор Истринского ЖЭЛ. Михаил Дмитриевич. У вас юриста нет. Нет, а зачем ждать? Вы даже не знаете, мы пришли в квартиру. У них задолженность 260 тысяч. Да, есть такие деньги. Это сколько лет надо было не платить. Почему? Послушайте, давайте, коллеги, одну секундочку, можно я буквально вклить, чтобы вы поняли. Смотрите, у Межрегионгаза взаимоотношения с ресурсоснабжающей организацией. И, соответственно, долг ресурсоснабжающей организации перед Межрегионгазом, да, там не расщепляют до квартиры этот долг. Вот у них есть долг 100 рублей? Долги есть у всех. Послушайте, послушайте, секундочку. Вы можете меня дослушать, а? Вы можете меня дослушать, спасибо. Здесь всех пришли, кто без долгов. Вы можете меня дослушать? Еще раз. Долги есть у всех ресурсоснабжающих организаций перед Межрегионгазом. Вы можете, не перебивайте меня, пожалуйста. Можно я в базар не будем превращать все это? Значит, Межрегионгаз относится очень просто. Согласовывается с ними график платежей в отопительный сезон и в неотопительный сезон. Если этот график не соблюдается, они пишут письмо. Если он не соблюдается еще раз, они пишут второе письмо. Сколько было писем по ПСО? Не надо два или три, мы можем поднять. Ну сколько, скажите, вы знаете? Много. Они мне приходят с этим письмом. Вы спросили, у нас сказали два, вы сказали много. Подождите, еще раз. Что много, это не цифра. Значит, еще раз. И как только, подождите, и как только проходит отопительный сезон, то есть, когда законом позволено отключить газ, только когда нет отопительного сезона. Соответственно, если график платежей не соблюдается, то газ отключается. Такая ситуация массовая в Московской области очень много. Это не то, что они одни такие, понимаете, или вы одни такие. А почему здесь отключили? Поисты везде висят объявления, а одна? Потому что у теплосети нету долгов перед межрегионгазом. Нету. У долгов за квартиру есть? А этого нет, представь себе. В середине мая примерно, я могу сейчас ошибаться в цифрах, но, наверное, когда вот эта ситуация произошла с горячей водой, значит, нам Воротнин написал письмо, что тяжелым временем лежит на мне ваша котельная, пожалуйста, примите в муниципальную собственность. Мы приняли это решение и готовы были ее принять в муниципальную собственность. Письмо это у нас есть. И передать ее теплосети, эту котельную. Значит, пока официального отзыва у администрации этого письма нет, но по моей информации он передумал, и котельную нам передавать не будет. Поэтому у вас все взаимоотношения, все риски связаны с этой историей, они как были, так и остаются. Другое дело, другое дело, что я думаю, что это впервые такая история же, но за три года точно впервые, что я здесь. Я думаю, что больше просто Оксан Геордж такой истории не допустил. А если они банкроты завтра, и мы сколько будем сидеть? Нет, если банкроты, это другая история. С чего они другим будут банкротствовать? А вот другого сейчас. Все ходим под боком. Слушайте, будете банкротами, будем решать. Конечно. Почему сегодня тарифы, когда мы на отпуске, мы энергия больше, чем мы тарифы, выставляем и жильцам. А вы езжайте в комитет по ценам и тарифам, занимаетесь. Нет, у нас отношения с кем? Это ваша зона ответственности. Мы согласовали ценовую политику. Это ваша зона ответственности. Послушайте, давайте, если хотите мое мнение, я вам скажу, но не перед камерами, не перед людьми. Что вы хотите сказать? Я вам скажу сейчас, мы отойдем в сторону. А теперь в письменном виде мне ответят. Ну, кто, губернатор вам ответит в письменном виде? Замечательно. А вы ответы выписали, губернатор? Если вы не должны без губернатора ничего решить, зачем вы зарплату получаете? Опять же, ставьте в день. Я думаю, что уже не потягиваются. Да ну, конечно. Ваши православные обязанности какие? Если вы говорите, что это не ваше, это не ваше. А чем вообще занимается наша управляющая компания? Ничего, ничего. Порошки развалились, все развалилось, никому не надо. Хоть пиши, хоть звони, хоть что говори. А вот по 700 рублей... А вот нет, спросите у него, куда деньги деваются. Ноги поломаешь, порожки нельзя спустить. А сметы есть? Сметы управляющие компания. Это надо вот собираться всем. Ну, это уже другое, не все, не все, не все, вопрос. Запросите отчет, мы дадим отчет подробный. Насколько правдива вообще та информация, что вот, ну, от ПСО-13, что Истринская ЖЭО не отплатила им в обратную 7 миллионов рублей за... Я не имею права вмешиваться в хозяйственные деятельности, поймите. Мне законом запрещено, я работаю в рамках законодательства. Поэтому сказать, кто, чему кто-то заплатил, я не могу. Я знаю одно, что газовикам не заплачены деньги, газовики отключили картинку. Вопрос взаимоотношений финансов и Истринского ЖЭО, простите. Я знаю, сколько собрано денег, сколько заплачено. Вот это я знаю. А какие взаимоотношения между организациями, это их вопрос. Я говорю, я говорю, поймите, может быть, я формалист, но есть закон, да? Есть 354-е постановление правительства Российской Федерации, которое говорит одно, что исполнителем коммунальной услуги по многоквартирным домам является управляющая компания. Все, мы можем говорить все, что угодно, но есть закон. И мы будем общаться с управляющей компанией плотно, и это может быть для них неприятно. В одном и в другом доме горячего водоснабжения отсутствует, что является грубейшим нарушением эксплуатации многоквартирных домов, предоставления услугам граждан. По результатам сегодняшней проверки госжелинспекции сейчас уже мы составили акты, получил уведомление директор управляющей компании на завтрашний день. Завтра будет составлен протокол и возбуждено административное дело на директора управляющей компании за эти грубейшие нарушения, о чем в дальнейшем материалы дела будут направлены в суд, и директор управляющей компании будет привлечен к административной ответственности. Правильно я понимаю, ЖЭУ будет оштрафовано? Ну, скажем, мы возбуждаем административное дело и направляем в суд. Какой суд принимет решение, я не могу отвечать за суд. Но предусмотрено, смотрите, санкции, которые могут быть наложены как на юридическое лицо, так и на должностное лицо, санкции, это штраф, дисквалификация или предупреждение. Дисквалификация, скажем, директора управляющей компании до трех лет. Какое суд примет решение из этого спектра санкций? А штраф из каких денег жил вы владеете? Из дохода управляющей компании. То есть ни в коем случае не из тех средств, которые идут на обслуживание и предоставление домов. То есть те средства, которые у них есть как доходная часть. Но мы, учитывая вот этот вопрос, то чтобы не злоупотребляла управляющая компания при оплате штрафов, возбуждаем дело на должностное лицо. Он выплачивает эти штрафы из личного кармана.